Всем привет, с вами Марина и в этом видео мы посмотрим позиции, в которых слон сильнее коня. Очень часто в партиях возникают позиции, где примерно все фигуры обладают равной силой и только с помощью преимущества слона над конем партию удается выиграть. А для начала рассмотрим партию Широва против Иванчука, сыгранную в Софии в 2009 году. Итак, здесь ход белых. До этого встречалась такая позиция уже и ранее, белые играли слон Е3, конь Е6, конь Ф5, слон Ф8 и преимущества слона над конем не получали. В этой же партии белые сыграли немного иначе, пошли конь Ф5, слон ушел на Ф8 и слон Ж5, напали на ладью. Ладья отошла на Д7, после чего последовала небольшая комбинация, конь Е7, слон Е7, слон Е7, ладья Е7 и ладья Д5. И как раз у нас получилась позиция, где у белых слон против коня. А здесь преимущество белых налицо. Помимо того, что у них слон против коня, пешки находятся на разных флангах. Как мы с вами знаем, слон более дальнобойная фигура и может играть одновременно и на королевском фланге, и контролировать пешки на перзем фланге. Конь у нас более медлительная фигура, поэтому он так быстро перемещаться не может, поэтому плюс слона у нас уже очевиден. А кроме того, что здесь пешки находятся на разных флангах, белые еще и хорошо выстроили свою пешечную структуру на королевском фланге. У них есть сильная пешка на Е5 и плюс пешки расположены все на черных полях, то есть они не ограничивают своего слона. И еще третий плюс в этой позиции, это то, что белые захватили линию Д. Давайте посмотрим, как прошла реализация позиционного преимущества. Так перевести позиционное преимущество в материальное тоже довольно непросто. Итак, пока что белые подвели короля, поставили вторую ладью на линию Д. Черные пытаются создать контур и гром с помощью надвижения пешек. Ф6 хотят разменять хорошую пешку на Е5, слон Е4, белые улучшают позицию всех своих фигур постепенно. Пошли на размен ладья Е7, ладья Е7, ели пешку. А ладья Д6 напали на пешку на А6, черные ее косвенно защитили, так как забирать ладья А6 нельзя из-за хода конь С5. Ф5, белые защищаются косвенно от угрозы конь С5. Теперь на конь С5 будет ход Ф6, поэтому, конечно, нужно размениваться. ЖФ, слон Ф5. Конь отошел, вот конь уже ушел прямо на край доски. Слон его замечательно держит, контролирует поля, куда он может попасть. Ладья Е5, Ж4. И черным пора уже бежать пешками вперед, чтобы их просто не съели. Опять ладья А6, Т4. Пешки еще более стали уязвимы на ферзевом фланге. Нападают. Король С3. Сейчас король хочет прийти на Б4. И пешку на Б5 съесть. От хода король Б4 защитились. Но белые здесь сыграли в партии ладья Б7. Сильнее было пойти ладья Е6. Сразу разменять ладья. И затем уже беспрепятственно уничтожить пешки ферзевого фланга. Следующая позиция взята из партии. Ботвинька против Смыслова, которая была сыграна в Москве в 1954 году. А как мы с вами видим, здесь у белых есть слон. Посмотрим, как же партия продолжалась дальше. Черные сыграли Ж5. Опасаясь на движение пешки Ф4, Ф5 вперед. В принципе, правильно делали, так как у белых сильная пешка на Е4, которая может пойти вперед. Белые сыграли Ж3. Продолжают планировать код Ф4 и Е5. Слон на С4 тоже, в принципе, стоит хорошо. Где-то нападает на пешку на Ф7. Ладья Д8. Слон А2. Увели белые слона, чтобы ферзь не был привязан к защите. Ладья Е8, Ладья Д1. Произвели размен. И Е5. На Конь Д5. Поменялись Конь Д5, Саде. Теперь слон на А2 упирается в пешку на Д5. Ну, не только в нее упирается, но еще и на нее нападает. Поэтому черным нужно внимательно к этому относиться. Через Д2 напали на пешку еще и на Ж5. Защищаются Конь Е6. И белые ведут пешку Ф вперед. Ферзь С6, Ф5, Конь С5, Ферзь Ж5 напали на Ладью на Д8. Она уходит на Д7 и Ладья Ж1. Ф6. Чтобы не было мата Ферзь Ж7. Тогда ЕФ. На Конь Е4, Ф7. Такая комбинация на Ладья Ф7. Ферзь идет на Д8. И наконец-то слон врывается в борьбу. Съедает пешку на Д5. После чего происходят размены и у белых остается лишняя фигура. В этой позиции также хорошо видно преимущество слона над конем. У черных имеются ослабленные поля возле короля. И слон, находясь у себя дома, может простреливать их и таким образом помогать в атаке. Белые сыграли Х5, чтобы раскрыть короля черных. Черные, играя Б4, пытаются прогнать слона с большой диагонали. Но, к сожалению, этого сделать не успевают. После АЖ-АЖ белые играют Ладья Д6 с угрозой забрать на Ж6. Поэтому нужно уходить из-под связки королем. Например, на Х7. И тогда идет красивая комбинация Ферзь С4. Белый угрожает съесть Ферзя Черных. Если Черный Ферзь куда-то уйдет, то пойти на АЖ4. Ну а если Черные съедают Ферзя, то тогда Ладья АЖ1. Король уходит на Ж8 и с помощью слона на АЦ3 белые ставят в мат Ладья АЖ8. Если сторона, имеющая активного слона, не добивается успеха в Метель Шпиле, то она может рассчитывать на перевес в Эншпиле. Например, в этой позиции, которая получилась в партии Спаскова против Фишера, Черные сыграли Ферзь С5 и после Ферзь С5 Ладья АЖ1 король Ф1 БЦ перешли в окончание. Жалко, что здесь нельзя сразу пойти слон Д5 и таким образом отрезать коня с А5, потому как Черный Король быстренько прибежит, прогонит нашего слона и получится это просто потеря времени. Поэтому белые сыграли АЖ4 для того, чтобы в будущем создать отдаленную проходную на королевском фланге и пока Черные будут пытаться ее остановить своими фигурами, съесть пешки на ферзьем фланге. В общем, идея стандартная. Конь С4 подводит белый своего короля в центр. Король Ф6, король Ф4. Конь Ф7 отступают королем на Е3. И здесь в партии был сыгран ход Ж5, после чего белые пошли АЖ5 и создали себе проходную. Если бы Ж5 не было сыграно, а, например, пошли бы Черные вперед конем, то тогда у белых тоже были бы лучшие шансы на победу. Можно было отойти слон С2 с идеей пойти королем на Е4. Для того, чтобы король не убежал на Д5, Черные должны ходить король Е6. Тогда король Ф4 с угрозой попасть на Ж5. Если Черные не хотят пропустить белого короля вперед, то нужно снова играть король Ф6 и после хода Ж4 проходная все-таки белым обеспечена. Вернемся к партии. После хода Ж5, Х5, Черные сыграли конь Х6, пешку заблокировали, а белые пошли королем на противоположный фланг собирать урожай. Король Д3. Король Е5, слон А8. Убираем слона, заодно поле Д5 взяли под контроль, чтобы король не убежал. Через Д5 Черный и не пропустил нашего короля вперед. Король Д6, король С4. Ж4, А4. Не забываем двигаться и пешки тоже вперед. А5. Конь А6, слон Е4. Ж3, король Б5, король стремится попасть на А6. На конь Ж8, слон Б1. Конь А6, король приходит на А6. На король С6 играем слона А2, чтобы пешка, когда пришла на С4, мы могли съесть ее слоном. Но в принципе здесь и ход король С7 тоже побеждает. После же хода слона А2, Черные сдались. Продолжение следует...